всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами будем рассматривать расклад финансовый назвала его почему не получается зарабатывать столько сколько хочется три позиции 1 2 3 голубенькие красненькие зелененькие камешек выбирайте пока вы выбираете я немножко сонастроюсь рассматривать будем 5 вопросов каждой позиции и копнем немножечко глубоко чтобы разобраться на почему потому что все-таки заработок заработок денег это мне кажется это достаточно такой примитивный уровень до если мы занимаемся саморазвитием но мы разбираемся непосредственно с собой и с энергетикой ну то есть заработок это следствие а мы будем разбираться с причиной надеюсь вы определились первая позиция голубенький камешек мы с вами приступаем что дают вам деньги успокоение деньги дают вам во первых эмоциональную наполненность да вы с ними взаимодействуете на эмоциональном плане и сразу могу сказать если вы начинаете волноваться переживать вообще в жизни либо по жизни то деньги у вас сразу уходит здесь у вас такой некая такая эмоциональная связь с деньгами блин что вам дают деньги да хорошие интересные вопросы интересные карты выпали выпал дьявол и выпала верховная жрица значит что дают вам деньги деньги дают вам силу деньги дают вам знания деньги дают вам возможность выживания покрывания покрытия своих собственных потребностей да вот какую-то базу дают я уже сказала уверенность и когда у вас есть деньги у вас сразу повышается самооценка деньги дают вам возможность что-то новое изучать да то есть возможно вы вкладываете свое собственное либо обучение вот как-то вкладываетесь в себя здесь не на то что вот вы тратите на какие-то вот внешние да я не знаю потребности желания что ли здесь больше для себя не эгоистично а именно на какие-то знания что дают вам деньги вот мне хочется сказать что ваше взаимодействие с деньгами но какое-то магическое то есть вы не зарабатываете деньги вы и деньги притягиваете у вас есть интуиция на деньги у вас есть какая-то связь с финансовым аспектом то есть вы не тот человек который знаете вот как-то что-то сделал до продал какие-то свои услуги получил за это деньги такое ощущение что деньги к вам приходят откуда вы через и не знаю через какие-то каналы может быть вы напрямую даже не зарабатываете а у вас может быть допустим примеру какой-то пассивный доход а может быть муж зарабатывает и дает либо я не знаю здесь вот как-то от какой-то системы может быть к вам приходить да как пособие как помощь какая-то не знает там пенсия здесь разные варианты могут быть но здесь вот не то что ты пошли на работу там отработали семи до трех да и там сколько работают россия не знаю и получаете зарплату здесь не про это здесь вот прям знаете такая мощная если это дьявол это мощная связь прям энергия такая достаточно земная и одновременно по верховной жрицы да какая-то космическая но здесь вот прям хочется сказать магическим каким-то способом да может быть кто-то и занимается используя свои услуги как как практики да как эзотерики может быть действительно кто-то практикует магию и за это получает деньги что еще дают вам деньги они дают вам вот я уже сказала да какое-то спокойствие то есть присутствие денег вы начинаете переживать вы начинаете волноваться да деньги покрывают ваши базовые потребности в первую очередь что еще дают здесь вот у меня идет мощная такая энергия прям даже голова кружится знаете такая сила огроменная мы дальше будем смотреть конечно же вашу емкость но я уже изначально могу сказать что вот такое ощущение да что вы как будто бы вулкан то есть столько вас вот этой вот силой и потенциал огроменный до в заработке именно как потенциал умеете вы его по им пользоваться или нет мы посмотрим конечно же но изначально уже потенциал вот финансовый хочется сказать канал он у вас сильный он у вас мощный какие энергии идут от денег на как вы ощущаете эти энергии если у вас нету денег я очень сильно удивлюсь по причине того что ваша взаимосвязь вообще с деньгами она классная она суперская если у вас нету денег здесь просто стоит какой-то блок потому что ну как бы так сказать по праву рождения да у вас должны быть деньги причем немалые суммы не миллионы конечно же но немалые суммы то есть на как этот на на жизнь на пропитание как как минимум как минимум должно хватать какие энергии идут от денег во первых энергии какие-то холодные здесь вот есть то ли есть какая-то дистанция до то ли вот вы как-то с деньгами не то чтобы не дружите а есть какое-то расстояние у меня такое ощущение что может быть кто-то действительно держит из вас деньги в сейфе почему потому что холодное вот железо и и какое-то холодное такое вот у меня ощущение да то есть не то что у вас есть постоянно деньги в руках а все время есть какая какое-то расстояние между вами деньгами то есть если вам надо вы пошли взяли и вы имеете но так чтобы вот лежали у вас дали бы там в кошельке в руках нету нам может быть даже и нету наличными а вы пользуетесь исключительно картами по крайней мере предпочитаете потому что энергия от денег она идет холодная она холодная здесь вот она какая-то знаете вот какая-то космическая неземная обычно это материя да по дьяволу она должна быть теплая а здесь у вас поток идет какой-то вот такой вот холодный деньги к вам приходит умом вот вы их как-то я не знаю то ли вы умеете манифестировать да и загадывать что-то и получать но не физическим трудом да здесь вот вы используете ум здесь вы используете интеллект вы используете вот прям вот просчитывание вы умеете считать деньги да то есть вы умеете ими распоряжаться у вас вот связь с деньгами хорошая но она такая знаете любовь на расстоянии до близко вы деньги не подпускаете и в то же время не отдалять то есть вот есть какое-то расстояние такое чувство что вот вы как бы параллельно идете с энергии денег да вот вы как будто бы напрямую не взаимодействуете она есть и окей хорошо то есть вас и и и не напрягает здесь вот как будто вот это вот золотая жилка да она рядом с вами она не через вас и она не далеко от вас она вот вот рядом с вами почему потому что вас периодически идет переоценка с финансовым каналом то есть вы постоянно пересматриваете что значит для вас деньги то здесь вот мнение как будто бы меняется постоянно деньгам я не говорю о том что вы решаете например сегодня это хорошо когда у меня есть деньги или нет нет а здесь вот постоянно такое знаете мысли идут такие а нужны ли они мне да и какая сумма мне нужна а вроде бы мне не не очень-то и нужно а хочу я и не хочу ну окей получу я и что я буду но покупать например на эти деньги но куплю я это надо мне оно или нет то есть понимаете здесь вот не то что вы думаете что у вас недостаток денег а здесь иногда то что вы хотите приобрести с помощью денег вот конечный результат конечный продукт он вам не совсем понятен нужен он вам или нет здесь вы так как достаточно духовный такой человек и поэтому для вас все что связано с деньгами все что связано с материей она не первично поэтому и ваше взаимодействие с деньгами а они важны и да они нужны вы их уважаете но держите как-то так холоднокровно относитесь ну то есть спокойно относитесь к финанс есть они или нет но когда их нет у вас есть вот волнение знаете вот у вас есть какая-то связь между эмоциональным состоянием и деньгами когда вы расслаблены да вот то есть такое ощущение состояние пофигизма когда мне абсолютно все равно вот деньги они приходят вы как-то ну окей пришли пришли да есть поток а вот когда наоборот нету вы почему-то один как вспоминаете когда вы находитесь в состоянии переживания не за денег вообще если вы по жизни о чем-то переживаете волнуетесь вот почему-то в этот момент у вас всегда приходит мысли о деньгах хорошо давайте посмотрим нужны ли вам деньги нужны не нужны почему потому что улыбаясь да здесь так вот изначально позиция как пошла такая знаете некая неуверенность нужны мне большие деньги не нужны мне большие деньги у вас есть вот у вас есть а девятка педакли она говорит о том что у вас уже есть да то есть вы знаете по крайней мере есть не в контексте на личности что у вас есть а вы как будто бы видите этот потенциал и когда вам нужно ну то есть вам необходимо что-то купить что-то приобрести нужны деньги вы сразу можете подумать и решить эту задачу то есть где вам найти эти деньги откуда они могут прийти девятка педакли у нас говорит о человеке который уже имеет опыт умеет знать и имеет знания да у него есть финансы у него есть абсолютно все да он достаточно такой стабильный у него есть навыки то есть здесь по сути отвечая на вопрос нужны ли вам все зависит от ситуации то есть если это действительно очень нужно да вы сможете найти вы сможете как-то продать свои знания вы используете свои знания да и деньги у вас будут но так чтобы на постоянной основе я не вижу почему потому что двойка педакли она говорит у нас о качелеобразном состоянии да они умение быть балансируем то есть у вас нету потоковость у вас нету постоянства у вас есть вот так знаете как накатами наплывами то то густо то пусто и выпадает двойка кубков которая говорит о том что вот первично для вас это вот ваше внутренняя гармония это эмоции то есть опять-таки все зависит от того как вы будете ощущать себя эмоционально то есть если то что вы приобретете за ту сумму которая вам нужна вам ну принесет это удовольствие туда вы посчитаете что вам нужны деньги но элементарно если вы хотите себе купить какую-то одежду да то вам даже не важна сама одежда а то состояние которое вы будете ощущать если допустим вы идете куда-то на день рождения хотите произвести какое-то впечатление либо выглядеть аналогично ну то есть в соответствии с мероприятием куда вы направляетесь да и вот это вот вас вызывает какие-то эмоции позитивные туда тогда вы подумаете нужны вам деньги а если вас пригласили куда-то вот вы туда идете по стольку поскольку ну из того что там вынуждены нужны и там меньше на обязаны либо еще что-то вот то вам как-то вот безразличным будет да какую одежду купите поэтому деньги вам как-то вот не нужны здесь у вас есть привязка конечному состоянию то есть что вы за деньги можете получать не сами деньги как таковы и не не энергия денег а именно то что вы можете получить в обмен своими деньгами то есть в обмен на деньги до что вы можете приобрести и вы желательно чтобы вы приобретали внутреннее спокойствие, внутреннее. То есть, чтобы вас это не напрягало. Потому что, к примеру, если будет большая сумма, будет переживание, волнение, что с ним сделать, куда потратить, где хранить. То есть, вот, а тут как будто бы вам важно ваше внутреннее спокойствие. И поэтому я и сказала, вот как в сейфе, вот лежат где-то деньги, ну и фиг с ним, пускай они лежат, да. То есть, не нужно, я пойду возьму какую-то сумму, зато я не буду потом переживать. Во-первых, не буду нуждаться, а во-вторых, я не буду переживать, где хранить, как-то, что сделать. Вот здесь вот как-то так, да. Такое ощущение, что у вас есть какая-то кружка, либо какой-то сосуд, да, маленький кувшин, возможно. И где-то вдалеке есть океан. И вот когда вам нужно попить воды, да, либо наполниться, как-то вот вы подходите к этому океану, черпаете ровно столько, сколько вмещается в эту кружку, и там пьете, либо пользуетесь, да. Ну, может быть, не океан, но где-то вот источник какой-то бесконечный, то есть огромное количество, да, финансов. Вот у вас здесь так, то есть вы не тот человек, который поставит трубу и будет качать в огромных ресурсах из этого океана, из этого источника воду, да. То есть, ну, для вас это нелогично. То есть я пойду, возьму столько, сколько мне нужно, использую, и окей. Дальше разберемся, какие объемы вам нужны денег. Так, какие объемы? Ну, объемы у вас, конечно же, масштабные. Объемы у вас масштабные. Почему? Потому что туз кубков, это вообще источник, это потенциал, это возможность всех возможностей. Мак у нас, это начало, это всегда про то, что у меня есть желание, у меня есть возможность, я знаю, как получить то, что мне нужно, и когда мне нужно, и когда мне необходимо. И тут еще и выпадает император, да. Император, оно всегда говорят о больших границах, о больших территориях. То есть, если мы говорим о объемах, возможно, где-то в своих мечтах, о фантазиях, вы как-то и представляете, то есть, вы, как этот, не мельчешите, как этот, вы не мелочные, да, то есть, в контексте желания, то есть, если желать, то уже глобально, да, то уже масштабно. Поэтому, какие объемы вам нужны, вам нужны большие. То есть, здесь, понимаете, здесь как будто бы крайность, да, либо мы говорим о миллионах и миллиардах, либо мы вообще говорим о каких-то, ну, я не знаю, деньги на хлеб, да, такие вот. Что-то такого среднего у вас нет. То есть, если вы мечтаете, то вы мечтаете вот прям масштабно, мне там виллу, не дом, а виллу, да, мне там не машину, а мне, я не знаю, там дом на колесах, либо еще что-то. Если это путешествие, то это вот не недельный куда-то отдых, а вот именно круазьера, где-то на корабле, и вот долгосрочный, там на полгода и так далее. То есть, вот если вы мечтаете, вы мечтаете всегда масштабно, крупно. Поэтому, если мы говорим об объемах, какие объемы вам нужны, большие. То есть, либо так, либо вообще никак, да, я как-то это, типа, руки даже пачкать не буду, и думать не буду об этом. Хорошо. Умеете ли вы в виде денежной возможности? да, 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 здесь однозначно вы умеете, то есть, вы замечаете, если вам нужно где-то найти, вы знаете, куда пойти, что сделать, как, как получить, у вас, по крайней мере, знания на это есть, да, возможности, потому что шестерка педакли, она всегда говорит о взаимодействии с другими людьми, да, это человек, который уже после пятерки педакли, после кризиса финансового, у вас уже есть опыт, когда не было денег, когда вы не знали, где их достать, да, и ваше вот отношение, оно уже к деньгам бережное. Я не могу сказать, что вы делаете из этого культ, еще расскажу, прям по дьяволу, что вы зависимы, нет, но вы с уважением относитесь к деньгам, и вы умеете, то есть, вы знаете, вам надо всегда обратиться к людьми, то есть, через взаимодействие с другими людьми, то есть, где-то кому-то что-то отдать, чтобы получить, то есть, вы четко знаете, где у вас есть возможности. Король педакли, он говорит о том, что вы умеете трудиться, да, вы знаете, как получать деньги, причем труд ваш, он здесь интеллектуальный, вот, и умеренность, она, знаете, опять-таки, вторит остальным картам, и говорит о том, что вы умеете в виде деньги, но может быть, вы либо брать их не умеете, сейчас мы посмотрим, что у вас с энергией принятия, либо вы, понимаете, как будто бы, вот, не берете всю сумму, вот, я не случайно тот образ говорила, что вы идете с кружкой, вы как будто бы, даже не по минимуму, а по необходимости, то есть, у вас нету такого, вот, чтобы хранить, накопительство, нет, у вас нету этого качества, у вас есть то, что, вот, когда мне необходимо, тогда, да, я увижу, а так, зачем мне зря париться, ну, то есть, у меня есть какой-то, вот, минимум, да, мне достаточно, то есть, ну, здесь вот ощущение такое, что вы по жизни минималист, вы пользуетесь, то есть, вам достаточно, условно говоря, чтобы была кровать, чтобы была тарелка обеда, и было тепло, и горячая вода, да, чтобы просто помыться, поспать, и поесть, и все, то есть, вы как будто бы, ну, можете и так жить, потому что есть какие-то другие, более важные ценности вашей жизни, и они стоят в приоритете, деньги у вас не стоят на первом месте, вы не тот человек, у которого финансовая ценность прям в приоритете, нет, но это не говорит о том, что у вас нету вот этого внутреннего богатства, да, что вы нищий человек, ни в коем случае, вы наоборот, человек достаточно такой, изобильный, просто вам деньги, ну, они только нужны, нужны как под какие-то задачи, вот когда у вас есть задача, да, что-то сделать, либо что-то приобрести, тогда вы найдете, а так вы лишний раз, ну, не это самое, не утруждаете себя, но денежные возможности вы видите, какова ваша энергетическая емкость для денег, вот здесь вот очень интересно, то есть можете ли вы пропускать деньги через себя большие, те, которые вы хотите, так, вы знаете, вот про емкость, я бы сказала, хоть у вас есть большой финансовый потенциал, вот здесь вот, что касается емкости, я не совсем уверена, почему, потому что у меня здесь такое ощущение, что здесь тут какие-то детские программы, да, вот вы привыкли, вот именно, скорее всего, вот этот вот минимализм, да, минималистический стиль жизни, образ жизни, вот он у вас идет с детства, возможно, из вашей семьи, то есть как вы привыкли в детстве, удовольствоваться малым, вот, вот эта вот емкость, она у вас есть, да, конечно же, вы же идете в новой, да, вы развиваетесь, вы хотите понять, как увеличить свою емкость, но по тройке жестов, все-таки, с тройки до десятки, да, до увеличения, да, здесь много этапов нужно пройти, здесь у меня такое ощущение, что у вас даже половина емкости нет на то, что, на то, что вы способны, если взять, допустим, ну, емкость стопроцентная, то здесь у вас где-то вот, ну, процентов 30-40 есть, то есть вы можете вместить только столько, поэтому у вас, видимо, деньги и приходят, так, знаете, накатами пришло, да, вот сколько вместилось в эти 30-40%, да, для вас это вот идеал, вот здесь вот у меня такое ощущение, что вот вам нужно расширять, расширять свой поток, потому что королева жезлов, она все-таки говорит о том, что она может реализоваться в профессиональной сфере, и деньги к вам, они могут прийти, да, вы можете их получать, только здесь вот, видимо, либо у вас желания нету, либо у вас интереса нету, потому что все-таки, еще раз повторюсь и скажу, что тройка это, ну, это не десятка, да, то есть вот здесь даже у вас половины емкости нету, и вот сразу я слышу, что вопрос, да, что же делать, да, как увеличить эту емкость, давайте мы посмотрим, здесь вот, вот здесь, знаете, у меня прям такое вот ощущение, что нету движения, во-первых, нету желания, здесь вам надо какие-то свои сценарии проработать, финансовые, и здесь вот, извиняюсь, состояние души, вот этот, как его, рыцарь, рыцарь кубков, он здесь все-таки говорит о каких-то эмоциональных травмах, возможно, которые у вас есть, а поскольку деньги у вас привязаны к эмоциям, да, поэтому здесь вот емкости нету, надо поработать, во-первых, с эмоциями, а во-вторых, у меня такое ощущение, что у вас нету желания иметь денег, здесь скорее всего будет какой-то блок, поэтому поработайте, поищите, да, какой блок у вас стоит здесь на финансах, почему вы не хотите зарабатывать больше, потому что восьмерка пендаклей, это вот, вы знаете, это вот постоянная работа, это сфокусированная, сконцентрированная энергия, на чем-то, что приносит вам удовольствие, да, то есть оттачивание какого-то мастерства, и здесь вот у меня чувство, что вы как будто бы, ну, не горите желанием, то есть нет у вас идей зарабатывать, почему, знаете, вот у кого-то из вас идет из прошлой жизни, если есть возможность проверить, проверьте мои догадки, связанная с деньгами, пока говорила, мысль обожала, сейчас, знаете, вот, как будто бы вот, большие деньги для вас это груз, да, вот здесь вот какая-то тяжесть, может быть ответственность какая-то лишняя, здесь нету страха раскулачивания, да, то есть, ну, потери, утраты денег нет, а здесь как будто бы вот деньги большие, это груз, и вот это вот вам в тягость, и какая-то ответственность, ну, то есть большими деньгами какая-то проблема, сложности какие-то есть, когда есть вот большие деньги, вот вы как будто бы не то чтобы избегаете, а вы как-то отстраняетесь от этого, то есть вы считаете, что нет, мне не нужно это, то есть здесь вот какой-то опыт из прошлых жизней, да, если есть возможность пересмотреть, посмотрите, если нет, здесь нужно посмотреть, какие блоки стоят, А сейчас мы не будем рассматривать, да, это не в контексте этого расклада. Может быть, отдельно можно было посмотреть в отдельном раскладе. Хорошо, умеете ли вы принимать денежную энергию? Последний вопрос, умеете ли вы принимать? Нет. Нет, и вот посмотрите, вот потенциал у вас, видимо, вы родились с хорошим финансовым потенциалом денежным, да, а емкости у вас нету, и принимать вы не умеете. Почему вы не умеете принимать? Потому что выпадает солнце, да, в принципе, как ребенок, и аркан шута, да, то есть и то, и другое является вот какой-то, знаете, незрелостью. Я вам скажу, у меня здесь общая энергетика, еще раз, может быть, повторюсь, да, для кого-то кажется странно, почему я повторяюсь, но очень разные арканы, они говорят примерно об одном и том же, то есть для вас важно по жизни иметь душевное, духовное развитие, да, то есть получать разный опыт, и вот в этот опыт, в получение опыта не входит тематика финансов, то есть для вас вот шут – это тот человек, который, тот архетип, да, который рожден для того, чтобы идти налегке по жизни, да, не обременяя себя, не утруждая какой-то вот ответственностью, да, он понимает, что в жизни для него важен просто опыт, да, и чем больше этого разного опыта, тем лучше, то есть он хочет ощущать себя свободным, а здесь вот такое чувство, что как будто бы деньги, они не дают вам свободу, может быть, вас в прошлом как-то и лишали вашу свободу, да, финансово, то есть может быть какая-то тюрьма была из-за денег, я не имею в виду в этой жизни, да, может быть, в прошлом, да, вот как-то вот деньги было как, ну, я не знаю, обременение в чем-то, да, вот вас как-то привязывали к чему-то, да, лишали чего-то, поэтому не уметь, у вас такое, знаете, легкое отношение, то есть деньги пришли, вы сразу можете потратить, А потом может потратить, как маленький ребенок, как сорока, что-то блестящее понравилось, и пошли и купили. Я хочу это, я возьму. А нужно это уже второй вопрос, если не нужно. У вас легкое отношение к деньгам, незрелое, а потом начинайте разочаровываться. Детский подход. Как ни крути, ни верти, поэтому возможно даже и денег. Потому что деньги все-таки, хоть вы умеете считать деньги, вы умеете ими распоряжаться, но отношение незрелое по отношению к деньгам, безразличное. Можете большую сумму слить на какие-то безделушки, а потом разочаровываться и переживать, зачем я столько денег потратил. На самом деле здесь срабатывает программа, то что деньги могут вас разрушать. И вам нужно быстро-быстро, когда приходит большая сумма, быстро-быстро от них избавляться. Вы не тот человек, который будете держать, либо копить. Вы не умеете копить деньги. Даже если вы когда-то решали сделать себе финансовую подушку, финансовую безопасность, у вас был такой случай, что сразу что-то происходит и надо заплатить. Какой-то штраф, какие-то налоги, что-то неожиданно приходит на здоровье, на болезни, еще что-то. То есть найдется, куда потратить вот эту сумму, потому что где-то подсознательно есть вот эта программа, что деньги меня будут разрушать, они лишают меня свободы. Поэтому бессознательная программа включается, вы быстро-быстро избавляетесь от денег, хотя деньги к вам могут прийти. Вам нужно поработать здесь своим финансовым потоком. Так, такая у нас была первая позиция. Я для себя загадала вторую. Не знаю, для чего я вам говорю, но сейчас мне вот самой будет любопытно посмотреть, да, что мне там двоечки скажут. Так, солнышко светит. Псих-одиночка, сама себе радуюсь. В позиции номер два, красный камешек, двоечки. Я с вами, давайте будем смотреть наши с вами деньги, да, что нам дают деньги нам с вами. Что нам дают деньги. Знаете, я даже так сделаю. Я ставлю вот здесь вот карту одну, а остальную колоду засуну. В принципе, мне не свойственно, но вот я хочу сегодня так сделать. Что нам дают деньги. Нам это, мне с вами. Что нам дают двоечки деньги. Круто. Что дают? Во-первых, воодушевление. Реализация своих каких-то желаний, мечты, да, то есть реализация каких-то наших с вами меч, силу дают. Да, дают стабильность, дают, знаете, вот какую-то независимость. Прямо так уверенность в себе и некую независимость, свободу. Здесь вот прям выпали женские карты, женские арканы. Звезда, сила и девятка педаклей. Кто-то мне говорил, что не забывайте, что у вас на канале есть мужчины. Конечно, я понимаю. Но если общее поле женское, и я считываю женскую энергию, я не могу ее перевести на мужскую. Поэтому, ну, просто, видимо, не ваша позиция, да, если вы мужчина. Либо у вас очень много женской энергии, да, потому что здесь карта показывает, что вам дают деньги. Дают женственность, дают красоту, магнетизм, дают вот некую, знаете, такую харизму, притягательность, сексуальность. Вот ваши деньги, они завязаны на сексуальность. А чем больше у вас сексуальная энергия, тем больше у вас будет денег. Если в первой позиции деньги были завязаны на эмоциях, то у вас они завязаны на сексуальности. Деньги для вас это чисто, это состояние чистой души, чистоты и намерения. То есть душа и деньги, энергия денег у вас имеет вот здесь вот какую-то прямую связь. Давайте посмотрим, то есть какие энергии идут от денег, да, почему здесь вот эта вот связь. Какие энергии идут от денег? Разные. Знаете, я бы сказала, здесь разные, здесь скорее всего по ситуации. С одной стороны, деньги вас как-то отдаляют, да, деньги вас закрывают, да, как-то вот отдаляют от других людей. С другой стороны, энергия денег, она вот даёт вам какое-то, знаете, напоминание из вашего детства, что ли. Здесь вот эта энергия доверия, энергия чистоты, чистоты души, вот благородство какое-то, радость. Что-то такое, вы знаете, очень близкое, домашнее, родное. Деньги для вас, они дают энергию какую-то такую медленную, да, рабочую. Вот здесь нету потока такого скоростного. А здесь вот какая-то, даже это не вязкая энергия, да, что вот она вот тянется, какая-то тягомотина. Нет. А здесь такая, знаете, когда почва долгое время не напитывалась водой, да, и вот ты начинаешь там поливать цветы или ещё что-то, и вот оно вот как-то вот оживает. Вот здесь вот какие-то такие энергии. С одной стороны, вы отдаляетесь, вы закрываетесь от мира, а с другой стороны, вы наоборот как-то вот радуетесь, что ли. Это вас наполняет, ну, приятно как-то. Ну, хорошие энергии, такие приятные, земные, такие, как и должны быть. Они не тяжёлые. Они вроде бы лёгкие какие-то, воздушные, да, но вот здесь вот как-то мне почему-то идёт доверие, да. То есть всё зависит от вашего доверия. Вот если вы как-то, здесь очень красота идёт, да, как-то доверие, доверие к миру, доверие вообще к состоянию. И красота, это всё привязано. Вот у неё такое ощущение, что если внутри вашей души есть состояние красоты, то деньги к вам приходят. Если первая позиция была на эмоциях, всё завязано, то есть если человек переживает, волнуется, у него деньги приходят, уходят вот оттуда. А у вас это как-то связано с вашей внутренней красотой. То есть, знаете, здесь вот как будто бы состояние ценности себя. Вот в те моменты, когда вы чувствуете себя ценным, в те моменты, когда у вас вот вы начинаете замечать красоту своей души, вы понимаете, ну вот эту вот энергию, да, женскую, насколько она красивая. Здесь не про силу, не про мощь, а вот именно про красоту, про изящность, эстетику. И вот на эту вот роскошь, да, к вам как будто бы приходят деньги. Здесь вот про внутреннее состояние говорится. Я вот это вот уточню, потому что отшельник, какие энергии. Иногда вы просто бываете не уверены. Вот когда вы не уверены в себе, вот деньги у вас уходят. А когда у вас есть, знаете, уверенность, вот это вот как раз то, что я сказала. Вот здесь вот прямо такие женские, хорошие энергии. Я здесь не про мягкость, а именно про женственность, да, какой-то вот, какие-то такие энергии. Но иногда здесь вопрос как-то с самооценкой, понимаете. Иногда, когда вы начинаете в чем-то сомневаться в себе, именно в своей состоятельности, да, в своей вот этой вот, возможно, женственности, привлекательности, у вас деньги уходят. Поэтому энергия сексуальная, и энергия сексуальная в контексте, знаете, вот доброты, в контексте принятия, в контексте того, насколько вы нравитесь сами себе, вы любуете сами собой. Знаете, вот это вот какая-то милота мне идет, няшенность, я не могу это передать. И вот на эти состояния к вам приходят деньги. Окей. Я потом подумаю о себе, да, как это ко мне имеет какое отношение, потому что одновременно транслировать и думать о себе не получается. Хорошо. Нужны ли вам деньги? Смотрите, деньги вам нужны, но иногда вам деньги нужны для помощи кого-то другого человека, да. Вот вам больше деньги нужны для... Вы напитываетесь эмоционально, то есть вы получаете удовлетворение, когда дарите подарки другим людям. Когда вы как-то вот вкладываетесь в других людей, да, когда вот вы что-то реализуете, их какие-то желания. Здесь деньги по императрице нужны, но у меня такое чувство, что они у вас есть, и вы деньги получаете через какие-то подарки, да, то есть притягиваете. Вот здесь очень много женской такой энергетики. Вы не думаете о том, как заработать деньги, вы не думаете о том, вообще нужны ли вам деньги. То есть вы... здесь нет мужских энергий, вы не думаете об этом. У вас не стоит такой вопрос, а просто вы, если задумываетесь о деньгах, это только тогда, когда вам нужно осознанно пожертвовать, да, там, я не знаю, может быть, детям что-то купить, можно подарки какие-то кому-то сделать, да. То есть когда вы взаимодействуете с другими людьми, вот тогда вы можете подумать о деньгах, нужны ли они вам или нет. Но вам, в принципе, не то чтобы они не нужны, вы о них не думаете, давайте вот так скажу. Наверное, потому что они у вас есть. Потому что по императрице, ну не может быть так, чтобы у вас не было денег. Может быть, вы не зарабатываете самостоятельно, но получается откуда-то. Просто потому что у императрицы есть вот это вот, понимаете, папа работает, а мама красивая. Вот это вот ваша какая-то здесь модель, да. Я красивая, а вот кто-то зарабатывает и приносит вам. Либо ситуации так складываются, что вот ваши желания реализовываются, понимаете, не вы сами. То есть вы не вкалываете. Если даже и работаете, то здесь не физическая работа, а либо какая-то работа, которая вот приносит вам удовольствие. Может быть, женские какие-то профессии, да, связаны, я не знаю, с красотой, с воспитанием детей. Взаимодействие как-то с детьми, взаимодействие, там, я не знаю, с животными, с растениями. Ну вот все, что связано с женскими энергиями. То есть здесь такие профессии. Здесь не будет банкир, здесь не будет финансист, здесь не будет менеджер. Вот это не про это. Если это не ваша профессия, то это не ваша позиция. Здесь чисто женская, да. Здесь вот энергия женская. Какие объемы, вот какие объемы денег, да, вам нужны? По справедливости. Вот прям сразу аркан говорит по справедливости. Какие объемы? Выпало три великих аркана. Да, выпала справедливость, смерть и верховная жрица. Какие объемы вам нужны? Вот по верховной жрице я могу сказать, что здесь вообще вопрос не в деньгах. Здесь вопрос вот именно в знаниях, да. Здесь вопрос в состоянии, знаете, вот в интуиции. Вот интуитивно как почувствуете, сколько денег вам нужно, столько вы и получите. По смерти вообще здесь, ну, о деньгах нету вопроса. Если мы говорим по аркану справедливости, то по справедливости, да, сколько вот, какие объемы нужны? Да сколько, сколько заслужила, да, столько я и получу. Вот сколько нужно, чтобы все было правильно, да. Прям вот верный такой обмен, да. Не больше, не меньше. Больше мне не нужно, но оно мне лишнее. Вот, то есть вы не страдаете жадностью, да. Вы наоборот такой. Вот по ощущениям у меня идет такой, знаете, щедрый человек, который вот душевная щедрость, да. Здесь деньги, денежный канал рассматривается не эквивалент бумажек, а эквивалент щедрости души. То есть вот здесь вот именно о состояниях речь идет. Хорошо. Умеете ли вы видеть денежные возможности? Давайте посмотрим. Умеете. Умеете. Ну, ваши деньги, они будут связаны так или иначе с духовностью. Либо это будет проповедничество, либо наставничество, либо обучение. То есть если это деньги, они идут, допустим, по профессиональной сфере, по реализации себя, да. То есть как вы можете себя представить в социуме. Здесь могут быть возможности, как-то знаете, через коммуникацию, через проявление себя, да, когда вы находитесь в центре, в центре внимания, когда вы что-то рассказываете, когда вы кому-то говорите. Здесь может быть, знаете, вот прям пиар в интернете, где нужно постоянно светиться. Здесь, то есть вы не тот человек, который будет там где-то в тени, да, работать, он не виден и не заметен. Нет. Здесь вам нужно очень много разговаривать. Здесь у вас вот прям вот коммуникация. Причем разговоры душевные здесь могут проходить, например, психологи, да. И здесь могут проходить люди, говорящие, например, о умении, как это, сваха, да, умение соединять, знакомить людей между собой, да, чтобы вот создавался какой-то вот брак. Либо вы каким-то образом украшаете женщин, да, как-то этот имиджмейкер. То есть вы тот человек, который что-то делаете для других людей. И желательно, чтобы это было связано каким-то образом с разговорной речью, да, с вербальным, в вербальном формате, да. Либо вы о чем-то пишете. Здесь вот однозначно публичные какие-то люди, да, не те, которые скрываются в тени. Здесь это все будет связано как раз-таки с душевностью и с духовностью. Ну, здесь активность такая есть. Да, вы умеете. Но вы умеете зарабатывать вот именно, знаете, знаниями. Вот хочется сказать знаниями, не чем-то другим, а знаниями. То есть если вам нужны деньги, вы сразу подумаете в этом направлении. Там обучение, да, может быть даже и магия для кого-то, да. Ну, практики я имею в виду. Какова ваша энергетическая емкость для денег на данный момент? Ну, чуть больше, чем в первой позиции, но невеликое. То есть здесь емкости мало, да, где-то вы теряете. Где-то у вас есть как решето, да, какая-то дырка. Вот, и где-то вы энергию денежную пропускаете. Сливаете на эмоции, сливаете на прошлое, сливаете на, знаете, такое ощущение, что вот какая-то апатия, да, вот присутствует. Как будто бы вот вам сейчас деньги-то и не очень-то и нужны. Видимо, они у вас есть, да, но не в большом размере. Но они у вас есть, но вы здесь как будто бы не заботитесь, что ли, об этом. То есть, может быть, сейчас такой этап, период, да, когда у вас есть какие-то другие, ну, другие задачи. И вам вот этот вот вопрос денег вас пока не беспокоит. И вот здесь где-то процентов 40 емкости. Потенциал у вас намного больше. Ну, скажем, в два раза больше вы можете иметь денег. Но сейчас где-то вот процентов 40. На данный момент ваша энергоемкость. Умеете ли вы принимать деньги? Да, ну, вот в этом порадовали, да, что с принятием у вас хорошо. Потому что иногда бывает, что мы не умеем принимать, да, здесь умеете. Вы умеете принимать, умеете наслаждаться, умеете радовать. Прям вот деньги для вас это праздник, да, деньги для вас это радость, это наслаждение. Вы сразу думаете, что можно купить для себя, да, где можно, ну, что можно приобрести, как реализовать какие-то свои желания. То есть вы сразу вспоминаете о своих каких-то нуждах, когда у вас есть деньги. Что они вам дают? Вот я хочу посмотреть. Движение, сразу прорыв. Так, деньги вам дают сразу, да, уверенность. Почему? Потому что здесь по колесничьему и по башне мы сразу разрушаем что? Двойку пендаклей. Мы сразу разрушаем свою неуверенность. Деньги вам дают движение. То есть когда у вас есть деньги, вы сразу начинаете как-то двигаться, кипишить, что-то там совершать, какие-то действия, да. Да, сразу вспоминаете, то есть, ну, какие-то старые, возможно, мысли, шаблоны у вас разрушаются. То есть благодаря деньгам вы разрушаете что-то в своем прошлом. В данном случае вот какую-то неуверенность, какую-то суету. То есть здесь такое чувство, когда вы получаете все, надо сразу прям четко, надо пойти это заплатить, надо это сделать, надо туда куда-то вложить, да. То есть вы сразу становитесь какими-то такими серьезными, целенаправленными, да, и четко знаете, что вам нужно делать и куда вам нужно двигаться. Да, сразу вы выходите из своей какой-то стабильности, и сразу у вас появляется возможность вот куда потратить деньги, да, во что вложить. То есть вы долго не задумываетесь, да. Вы не тот человек, что вот получили денежки, пускай они там ночью полежат, а потом дальше я подумаю. Нет, вы как будто бы знаете, да, вот деньги пришли, все, их надо сразу отдать. Вот, чтобы потом, ну, не то чтобы было спокойно, а чтобы получать вот удовлетворение. Вы как будто бы сразу уходите от, ну, неуверенности, да. Вы вот прям чувствуете себя сильнее, чувствуете себя прям сразу важным, таким значимым человеком. Это дает вам, придает вам силу, уверенность. Что вам нужно сделать, чтобы у вас было больше денег? Вот прям хочу посмотреть, что вам нужно сделать. Хитрость. Здесь смотрите, что вам нужно сделать, выпадает десятка педаклей. Она как-то вот, это имеет отношение к вашей семье. Я изначально сказала сексуальность, и вот такое ощущение, что если вы будете в семье, то есть если вы еще не замужем, либо разведены, вот когда вы находитесь в семье, у вас есть деньги не потому, что вам мужчина дает, а потому что ваша энергия, она как-то наполняется, и вы притягиваете больше денег. Почему? Потому что здесь, возможно, как-то, вот я еще раз повторюсь и скажу, что как-то завязано на сексе. Когда у вас есть секс, у вас есть удовольствие, не просто секс о количестве, а именно о качестве, да. И, ну, то есть с партнером постоянным, стабильным, не случайным, то вот как-то у вас материальная сторона, она налаживается. Здесь, видимо, вы, когда вот чувствуете эту влюбленность, что ли, и желание, и получаете удовольствие от секса, вы как будто бы получаете уверенность, да. Вот, я не знаю, ценность, значимость для себя, что ли. И вот у вас вот этот вот прилив энергии, и на него приходят деньги. Но здесь есть некая такая хитрость, связанная с вашим сценарием, да, что у вас сразу как будто бы страх появляется, да, что вы можете потерять деньги, да, что вот то ли вы не заслуживаете, вот сразу какие-то кризисы сразу всплывают. Здесь вот какой-то сценарий у вас связан с нищетой, связан как-то с бездуховностью, с разочарованиями. Вот чувство, что вот вы сразу потеряете, да, вот здесь вот какие-то страхи по поводу денег у вас сразу идут. Найдите, я не буду сейчас смотреть в этом раскладе, но вы найдите, какие страхи у вас связаны с деньгами. Здесь точно есть какие-то страхи. Страхи. Причем, знаете, они могут быть даже, если вам это дается в семье, а у вас, если нету семьи, то я могу предположить, что ваши страхи связаны как раз-таки каким-то образом с семейностью. Когда вы находитесь в паре, когда вы, возможно, находитесь в каких-то стабильных отношениях. То есть вот здесь вот семья, она имеет какое-то влияние на вас, либо ваша семья личная, вот именно создание вашей собственной. Здесь не детская семья, не та, в которой вы родились, а именно ваша семья. На, вот здесь вот какая-то прямая связь между семейностью и деньгами. Но опять-таки, повторюсь и скажу, это не при получении денег с помощью мужа. А здесь вот именно как-то вот, когда вы в семье, может быть, здесь есть чувство безопасности. Вот кто-то меня защитит, и вот этого чувства, да, я нахожусь в безопасности, оно придает вам какую-то уверенность, и вы притягиваете к себе деньги. Вот здесь вот что-то вот в таком роде, да. Так, хорошо, идем дальше. Позиция номер 3, зелененький камешек. Что дают вам деньги? Троечки, давайте посмотрим. Знаете, деньги здесь вам дают руки какое-то вот понимание справедливости, да, что я получаю ровно столько, сколько я сослужил. И мне не нужно париться по поводу именно самооценки, сколько мне нужно, что мне нужно. Давайте еще утащим, потому что мне не совсем понятно, да, что вам дают деньги. Здесь идет разрушение. Деньги вам дают выход из какого-то вашего апатического состояния, когда идет разрушение и каких-то детских травм. Деньги сразу запускают какой-то процесс, связанный с детством. Какая-то боль, какая-то травма здесь есть. связанная со стабильностью, с уверенностью в себя. Здесь, возможно, вы тоже как-то... Когда появляются деньги, да, чувствуете себя более уверенным. Более уверенным человеком, это не в том состоянии, что вы как-то вот наполнились, сейчас я пойду там море, эти горы покорять, да, сложности какие-то, трудности решать. Нет. А здесь вы как будто бы чувствуете себя более состоятельным человеком. Здесь не та позиция, что и у единичек. Нет. Здесь уверенность, она другого порядка. Она дает вам какое-то спокойствие внутреннее. Вы как-то чувствуете себя уверенно, но не для того, чтобы двигаться вперед, а уверенно как-то вот это вот расслабляет. Вот здесь вы чувствуете, как будто бы деньги вас расслабляют. Они вас успокаивают. Вы как будто бы перестаете бояться. А чего вы тут боитесь? Вы как будто бы боитесь здесь каких-то укоров словесных от других людей, нападок от других людей. Что вы как будто бы зависимы, да. Может быть здесь есть чувство, что нужно кому-то что-то догасывать по поводу своей состоятельности. А здесь вы чувствуете, когда у меня есть деньги, мне как будто бы уже больше не надо кому-то что-то говорить, да. Кому-то что-то доказывать. Люди и так видят, что у меня есть деньги, оставляют меня в покое. Здесь вот какое-то такое чувство. А здесь вот власть и сила, она какая-то вот, знаете, вот безопасность, успокоение. Я не буду трактовать как-то по-другому, иначе вот у меня просто идет энергетически, да. Что идет вот ощущение, да, я в безопасности, и это дает мне какое-то спокойствие, расслабление. Деньги дают вам возможность строить что-то в будущем, что приносит именно вам удовольствие и наслаждение. Может быть кто-то раскрывает как-то свои способности, да, какие-то свои возможности. То есть вам уже не приходится задумываться, что выбрать, да. Здесь вот деньги как будто бы, вот вы успокаиваетесь, и вы четко понимаете, куда вам дальше двигаться, чем вам заниматься. Здесь уже не встает вопрос выбора. А здесь как будто бы вот спокойствие, оно дает внутреннюю уверенность, и вы можете слышать. То есть такое ощущение, что вот я покрыл все свои потребности, и теперь я спокойно могу заниматься любимым делом, которое приносит мне удовольствие. То есть я могу сесть, и меня ничего не будет отвлекать. Вот здесь вот как-то в таком моменте идет. Деньги вам дают какую-то возможность, да, как будто бы право голоса. Вот такое ощущение, что вот у меня есть деньги, и теперь меня все слышат, и теперь я могу говорить то, что я хочу. Какую-то, вы знаете, вот свободу, что ли. А когда нет денег, ну, это очень напоминает на то, что когда у меня есть деньги, да, у меня есть вот как будто бы право пойти, я не знаю, в какую-то госслужбу, да, и со мной будет обращаться иначе, да. Либо у меня есть деньги, и я не буду покупать там эконом-класс, да, а я, например, полечу бизнесом, бизнес-классом, да. То есть вот как-то у меня есть какие-то привилегии, да. То есть я как будто бы имею право голоса, и ко мне отношение сразу меняется. Вот здесь вот точно 100% какие-то детские травмы есть, ну, в принципе, во всех позициях, но почему-то вот здесь вот я тоже вижу какую-то вот травму, связанную с этим. Такое ощущение, что вот вам как будто бы в детстве рот затыкали постоянно, не давали вам возможности высказаться. У вас было такое желание, вот я вырасту, да, вот у меня будут деньги, да, и я вот как будто бы, знаете, вот брошу тебе эту пачку на стол, и тогда посмотрю, что типа, а вот теперь ты меня слушай, да, вот теперь я тебе все выскажу. Вот здесь вот как-то вот такая энергия идет. Какие энергии идут от самих денег? Ну, здесь энергия каких-то разочарований. В чем разочарование? В том, что вы как будто бы потеряли какие-то шансы, либо ушли от каких-то шансов, от каких-то возможностей. Связано с чем? С какого-то начинания. Вот вы хотели что-то сделать, да, а вы этого не сделали, и вы разочаровались, ушли, оставили что-то такое, знаете, ценное, важное, да, и пошли как-то дальше. Какие энергии идут? Идут обновления. Вот от денег, вот в вашем случае, идут энергии обновления, да. То есть вот из-за того, что где-то когда-то не реализовались, с одной стороны, вы разочаровываетесь об утратах, а с другой стороны, вы как будто бы у вас открывается возможный шанс получить намного больше, проявить себя, получить, начать что-то заново. Здесь такое ощущение, знаете, вот когда бывает, например, создаешь какую-то свою компанию, да, и вот наступает крах, и вроде бы и жалко, и столько сил, и вот банкротство, но вот это вот как будто бы дает вам большую силу, и... То есть вы не разочаровываетесь, и у вас не опускаются руки, что вот теперь все, как я, не как будто... Нет, а это вот как-то вот, вы знаете, вы становитесь еще более упертым, и можете создать еще больше, еще лучше, еще качественнее, чем было раньше. То есть это вас не опустошает, не прогибает, вы встаете, вот вы тот человек, который чаще встаете, нежели падаете. То есть вы не тот человек, который упал на дно, и все, и забыл всплыть. Нет, вы наоборот двигаетесь. Вот здесь вот какие-то деньги, как будто бы вас мотивируют на движение, на достижение, на реализацию себя. Нужны ли вам деньги? Давайте посмотрим. Деньги дают вам дальнейшее движение, развитие. Нужны ли вам деньги? Да, деньги вам нужны. Деньги вам нужны на раскрытие какого-то потенциала, каких-то возможностей, на реализацию своих каких-то идей, задумок, то есть на движение. Деньги вам нужны для храбрости, для какого-то мужества, для того, чтобы совершить вот этот шаг, которым вы боитесь. Вот они вам придают какую-то уверенность, они придают вам, дают вам жизнь, дают вам какие-то возможности, реализацию своих амбиций, желаний. Да, вам, вот вам нужны деньги. В каком объеме? Ну, вы пока четко не понимаете. Здесь нету, вот прям три женских аркана выпало. Верховная жрица, королева кубков и императрица. То есть здесь вы не понимаете, в каких объемах вам нужны деньги. То есть все зависит от ваших желаний. Здесь нету конкретной суммы, вы не можете для себя определить. Умеете ли вы видеть денежные возможности? Знаете, я бы сказала, что нет, больше нет, чем да. Почему? Потому что... Сейчас я уточню, здесь смерть выпадает. Как-то вам сложно определиться. Вы как-то очень много фантазируете, очень много иллюзорного всего. Вот вам вот здесь вот как раз таки с этим нужно завершить. Здесь какой-то ваш урок связан с прошлым, связан с вашими какими-то эмоциями, то, что завершилось. Может быть, это каким-то образом играет, имеет отношение к матери. Да, здесь вот как-то из детства, из прошлого. Нет, вот вы не умеете, вы не видите возможности, как зарабатывать, вы не видите возможности, откуда брать деньги. Здесь вот вы как-то больше закрываете. У меня такое чувство, что у вас как будто вообще нет такой программы, как зарабатывать денег. Ну, то есть, нету чуйки вообще на деньги. Что вам нужно сделать? И вот вы держитесь за то, что имеете, а вам нужно... У меня такое ощущение, что вот вы как будто бы не свою жизнь, что ли, проживаете. Здесь как будто бы, знаете, вот я вас не нахожу. Говорим о финансах, говорим о материи, о возможностях. И вот я вас не вижу, понимаете? Я не знаю, как это объяснить. Вот я вас нигде не могу найти. Вот какая-то пустота, нету вашей энергии в поле, нету присутствия вашей энергии. в контексте финансов. Здесь у меня такое ощущение, что вот как-то семьей это все перекрыто. Я не люблю тему рода, потому что у меня есть свое понятие этого слова. Но вот для общепринятого понятия, вот здесь вот как-то, знаете, если вы действительно работаете с родом, то как обычно говорят многие, да, вот в таких понятиях, то вот здесь вот как-то связано с родом что-то. Как-то с родом по женской линии, что-то здесь такое есть. Вам нужно пойти в новое. Здесь как будто бы, знаете, как только вы решите вопрос, ну вот если вы женщина с мужчиной, с противоположным полом, да, с выстраиванием гармоничных отношений, вот как-то у вас и появятся финансы, понятия финансов, да, не деньги появятся, а вот как-то понятия финансов у вас появятся. Либо внутри себя как-то вот, понимаете, я даже не могу сказать, что вот у вас где-то идет перекос, либо в мужской, либо в женской, а нет гармонии, вот вообще как будто бы у вас нету понятия, что такое деньги. Странно, впервые с таким сталкиваюсь, вот я вообще не чувствую. Что, что в поле у вас какой-то прошлый опыт, взаимодействие с другими людьми и большой страх. То ли, знаете, вот здесь какие-то шаблоны, я изначально же говорила о том, что вам рот закрывает, вот здесь вот как будто бы, знаете, брать инициативу для вас как-то это очень сильно опасно, вы боитесь. Здесь какие-то программы связаны с инициативой, а деньги почему-то они привязаны как-то туда, к слову, к инициативе. И поэтому вы, но вы и деньги, это вот вообще, я не знаю, это вот земля и космос. Настолько это разные, вы как будто бы, ну, вообще никак не контактируете. Нет вообще никакой связи. Я не вижу здесь вообще никакой связи. У меня такое ощущение, что вот нужно будет сделать потом как-нибудь расклад денежной сценарии. Потому что здесь вот что-то такое, причем завязано это на роду и завязано на по женской линии. Вот спрашиваю, что за сценарий выпадает колесо фортуны. вот сценарий какой-то, повешенный, какой-то урок, урок вы проходите. Урок связанный, вот как будто вы знаете, вот вас лишают денег, да, чтобы вы научились получать удовольствие. Вот вам не дают денег, почему? Потому что то ли где-то вы как-то жертвенность вот здесь вот проходят, понимаете. Как-то вот это связано с тем, что вот я говорю в самом начале, да, про самооценку, вот выпадало, как-то это вот связано с этим, с какой-то вот бездуховностью, нищетой. То ли вы себя считаете таким человеком и не осознаете. Вот вы как будто бы не дружите с деньгами вообще, от слова совсем. Чувство, как будто бы, знаете, вот вы, если как женщина научите получать удовольствие, вот у меня ощущение, что вот в вашем роду женщины как-то вот не умели получать удовольствие, постоянно как-то жертвовали с собой, с чем-то, не знаю ради кого, но вот нету этого удовольствия. И вот здесь вот поэтому и у вас и нету денег. То есть как-то вот удовольствие, связь удовольствия и денег, она присутствует, потому что деньги, они дают вам уверенность, а уверенность вы как-то вот и получаете потом удовольствие. Вот здесь вот как-то какой-то такой сценарий. Удовольствие, деньги и самооценка. И это все завязано на умении выражать себя, вот на пятой чакре. Вот здесь как-то так, я не могу в глубже посмотреть. Хорошо, а какова ваша энергетическая емкость денег, да? Ну смотрите, если мы говорим о емкости, на самом деле вы можете пропускать деньги в больших объемах. Почему? Потому что тушь кубков, оно у нас в принципе говорит о потенциале, о возможности. Но дело в том, что здесь вы как будто бы сами себя ограничиваете. Почему? Своими собственными страхами. Да, вот здесь вот прям, знаете, страх и вот невозможности, да? Что я не могу это. Вот вы своим умом как-то себя ограничиваете. У вас потенциал есть. Емкость я имею в виду, да? То есть емкость принимать деньги, да? Можете ли вы принимать большие деньги? Как потенциал, да, можете, но вы этого не делаете. Вы сами себя ограничиваете. Я же говорю, вот здесь вот какая-то связь есть, да? То есть вот деньги и удовольствие и вот то, что я разлучила ранее в потоке, да, вот эти вот, вот эту вот цепочку, она присутствует. Вы деньги не пускаете в свою жизнь. Что, умеете ли вы принимать денежную энергию? Вы здесь закрываетесь, понимаете? Вы как будто бы себя недооцениваете. И вот вы не цените себя. Вы не чувствуете от этого себя как-то победителем. Вы не боитесь денег, а вы как будто бы, ну вот осознанно, что ли, это какая-то вот инстинкт самосохранения здесь как-то срабатывает, и вы... Нет-нет, мне деньги не нужны. А чего вы здесь закрываетесь? Здесь какая-то вот выгода есть. Выгода от того, что вы несостоятельны. Понимаете? То есть у вас есть какая-то выгода от того, что у вас нет денег. Поищите, каждый из вас, троечки, свою программу. Здесь какая-то программа, потому что деньги у вас должны быть. Ну, то есть вы можете пропускать большие объемы, и большие деньги у вас могут быть. Но вот вы не видите эту возможность, да, то есть вы не умеете видеть, где находятся деньги, хотя вы их пропускать можете, но вы, во-первых, не видите, и здесь вы не видите, просто знаете, вот как бельмо на глазу, да, то есть деньги есть, а я их, ну вот, в упор не вижу, тупо. И это вот какой-то вот инстинкт самосохранения здесь вот какой-то. Ну, то есть важно, чтобы вы это не видели. То есть вы не просто не случайно не видите, а вы как будто бы осознанно сами себе закрываете видение денег. Удивите. Даже не ожидала. Тройку, троечки. Вот такая вот информация для вас. Напишите, если вы знаете, что у вас там произошло в детстве, либо по роду, ну, то есть, что у вас там с женщинами. Хорошо, вот такой был расклад. Я с вами прощаюсь до... Сегодня, боже, какой у нас день недели? Да? Не помню. А, до следующей недели. То есть, когда ты работаешь каждый день, и у тебя нету нормированного, или как этот, запрограммированного рабочего дня, и ты работаешь каждый день по-своему, в своем графике, то иногда я не понимаю, какой день. Ну, то есть, теряюсь во времени и в пространстве. Неважно. Желаю вам приятных выходных. Всего самого наилучшего. Мы с вами встретимся на следующей неделе с новыми раскладами. Пока-пока.